В образовательных учреждениях Ульяновской области начался новый учебный год. С этой темы губернатор начал традиционное аппаратное совещание. Сергей Морозов поздравил всех педагогов, родителей и детей, которые приступили к занятиям в школах и университетах. Глава области обратил внимание на несколько задач в образовании, которые, по его мнению, являются ключевыми. Все, что мы сейчас создали, всю инфраструктуру развития, поддержки, сначала выявления одаренных детей, а каждый ребенок одарен по-своему, надо только просто к нему проявить большое внимание и быть достаточно усидчивым человеком и родителем и всей системе образования. Мы такую систему все развернем в этом году в каждом муниципальном образовании. Ряд школ будут просто опорными школами нашего глобального проекта, аналогов которого нет в Российской Федерации, под названием «Ковровая дорожка». В этом году в школу отправилось почти 119,5 тысяч детей и подростков, что на 2000 больше, чем в прошлом году. Причем 15 тысяч школьников переступили порог образовательных учреждений впервые. Для ребят сделано все, чтобы учеба приносила им только положительные эмоции. В этом году было выделено в два раза больше средств из областного бюджета, чем в предыдущем году, на подготовку образования к новому учебному году, и в три раза больше, чем два года назад. В очередной раз губернатор обратил внимание на борьбу с поборами в стенах школ. По каждому конкретному случаю будут разбираться особо. Напрямую с образованием связаны темы доброты, которые поднимались вчера во время первого губернаторского приема первоклассников. Кстати, подобный прием глава области поручил организователь для первокурсников. Кроме того, губернатор предложил установить во всех муниципалитетах памятники доброте и продумать создание школ доброты. Попросил Богородецкую подумать о том, как нам учредить премию за добрые дела жителям Ульяновской области. Значит, чтобы у нас как можно больше было номинаций. Может быть, там добрые новости, а мы говорили о 11 позитивных новостей. От вопросов образования и воспитания перешли к спортивной тематике. Губернатор анонсировал создание нескольких спортивных объектов в области. Так, спорткомплекс должен быть организован в Петровом Мавраге, в Новом городе. Еще один уникальный объект появится в поселке Октябрьске, Чертоклинского района, благоустройством которого губернатор оказался крайне недоволен. А на юге Ульяновской области будут развиваться горнолыжные курорты. Вопрос о формировании здорового образа жизни и активного долголетия находится в центре внимания региональной власти. Губернатор на совещании подписал распоряжение по повышению уровня благосостояния и улучшению качества жизни на территории Ульяновской области. Оно касается в первую очередь людей старшего возраста. Поручается правительству Ульяновской области разработать комплексную программу повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Ульяновской области до 2025 года, включающую в том числе мероприятия, связанные со стимулированием их занятости. В связи с утверждением распоряжения, до 1 октября будет разработано еще несколько законопроектов, представляющих налоговые льготы по оплате транспортного налога, уменьшение финансовой нагрузки в части платы за коммунальные услуги, благоустройство и транспортное обслуживание. Благо, что финансовые показатели в Ульяновской области достигнуты большие. По словам министра финансовья Екатерины Бутской, за 8 месяцев текущего года в консолидированный бюджет поступило 34 миллиарда рублей. Плановые назначения выполнены на 102,3%, и бюджет дополнительно поступило плюсом 762,5 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 3 миллиарда 166,8 миллиона, или на 10,2%. Лучших показателей финансового отношения смогли достигнуть Барышский, Паловский, Старокулаткинский, Старомайинский районы. Еще одна тема, которую губернатор поручил держать на особом контроле, заключается в продвижении ульяновского бизнеса за пределы региона. А вот с теневой экономикой глава области поручил активизировать борьбу. Для этого должно улучшиться взаимодействие между руководством муниципальных образований и контрольных органов, а также правоохранительных структур. Егор Титов, Юрий Конехин. Новости дня. Ульяновская правда.